Микс Ньюс Отличные, уважаемые радиослушатели, киноманы, прежде всего, к которым я обращаюсь. Ну, я думаю, что кино – это та сфера, которая объединяет очень многих людей. Несмотря на то, что радио считается, что оно не видно, на самом деле мы сейчас тоже проникли в интернет. Нас можно не только слышать, но и видеть. Олег Вик в студии. И поговорим мы, конечно, о кино, в программе «Синема». Часто, когда перечисляют кинотеатры нашего города, говорят, вот, есть такой кинотеатр, сякой кинотеатр, еще один кинотеатр. Но как-то мы все время иногда бывает, что упускаем еще одну замечательную, прекрасную площадку, где показывают кино, причем кино в основном вот то, которое, может быть, мы даже не увидим на других экранах. И очень часто бывают это фильмы в единичном каком-то показе, можно их посмотреть в рамках фестиваля. И более того, даже встретиться с их создателями. Я говорю про Дом Москвы, про периодически проводимые там фестивали, встречи, не только там концерты, иногда бывают и концерты, но спектакли. Но здесь мы говорим сегодня больше, наверное, о кино, есть и трансляции из театров, но мы, может быть, это тоже упомянем. И вот сегодня у нас как раз-таки человек, который организовал, который пробивает, приглашает, находит фильмы, привозит сюда, организует, вот сводит фильмы и создателей фильмов со зрителем. Лариса Чкаченко, здравствуйте, добрый вечер, Лариса. Ну и давайте, может быть, начнем с небольшого отчета. Вот московская премьера Фриги, фестиваль. Сколько ему лет и вообще можно ли вспомнить, сколько фильмов было показано, сколько было встреч со зрителями? Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мне очень приятно, что я могу сегодня донести до вас, может быть, для вас совершенно неизвестные факты, но эти факты для нас, в принципе, очень дороги. Вот сейчас к нам приходят на различные мероприятия зрители, и, вы знаете, открывают для себя впервые, что в Доме Москвы идут замечательные премьеры фильмов. И народ просто удивлен, что мы показываем эти фильмы. А показываем мы эти фильмы уже давно, мы их показываем с 2005 года. Почти 15, в следующем году будет юбилей. Да, 14 лет уже, да. И вы знаете, нашим вдохновителем на проведение премьерных показов кинофестивалей стал Станислав Сергеевич Говорухин. Мы его вспоминаем каждый год, каждый день, нам его ужасно не хватает. В 2005 году он впервые приехал к нам со Светланой Ходченковой, и они показывали фильм «Не хлебом, не единым». Это был премьерный показ. И вот он нас благословил, посмотрев наш зал, посмотрев на нашу аудиторию, и он нас благословил на организацию, ну, типа «Недель российского кино сначала», каких-то премьерных показов отдельных. Мы начинали именно с премьерных показов, а потом мы решили, что, и он нам тоже помог в этом, что мы вполне реально можем проводить наши кинофестивали. И мы назвали наш кинофестиваль «Московская премьера в Риге». Вот это такой бренд, который, так скажем, единственный у нас в Латвии, и под эгидой этого бренда мы проводим наши культурные мероприятия, связанные именно, может быть, с российскими артистами, с российскими режиссерами. И за 14 лет, которые прошли с момента начала показа фильмов, мы показали сейчас уже где-то около 400, мы считали, фильмов, причем лучших российских фильмов. К нам приезжало очень много достойных, интересных людей. Конечно, все корифеи российского кинематографа. У нас были в гостях, помимо Станислава Сергеевича, еще раз повторюсь, который приезжал каждый год, потому что практически он каждый год выпускал какой-то фильм. А к нам приезжали Сергей Соловьев, Александр Прошкин, Светлана Дружинина, у нас был Алексей Балабанов, у нас был Павел Лунгин, практически у нас были все ведущие режиссеры России. Помимо режиссеров, у нас было достаточное количество артистов, которые представляли фильмы и Чулпан Хаматова, и Анатолий Белов, и Александр Михайлов. Очень много было разных артистов, и вы знаете, все они отмечают очень интеллигентного, достойного зрителя. Вот Станислав Сергеевич всегда говорил, что наш зритель, он необыкновенный, очень интеллигентный, который не хрустит попкорном и не разговаривает во время сеанса по мобильному телефону. И это действительно так. Все поражались той тишиной, которая у нас царит в зале, и тем погружением наших зрителей, которые они показывали. И реакция зрителей, конечно, она потрясающая. Люди очень живо реагируют на какие-то особые кадры, на особые моменты. И это всегда очень приятно, вот когда есть такая живая реакция зрителя. По-моему, она приятна для всех. И мы стараемся, вы знаете, вот выбирая фильмы, мы стараемся как бы угадать настрой желания наших зрителей. В принципе, мы уже примерно знаем, что они любят. И поэтому, составляя программу, мы понимаем, что народ, в первую очередь, конечно, хочет качественного кино, вот без всякой халтуры. Конечно, иногда попадаются, может быть, фильмы и посредственные, но в большей степени мы все-таки показываем достойные фильмы, потому что выбираем фильмы достойных режиссеров. Сейчас мы уже понимаем, что на смену идёт старых наших заслуженных, любимых режиссёров идёт молодое поколение, молодые режиссёры. И у многих из них, вот их дебютные фильмы, они тоже очень интересные. Вот в этот раз, допустим, на нашем кинофестивале, который у нас пройдёт с 15 ноября по 22 ноября, мы покажем дебютный фильм молодого режиссёра Марина Аграновича. «Люби их всех» называется картина. «Люби их всех» название. Да, «Люби их всех». «Их всех». «Их всех», да. Очень интересные актёры играют в этом фильме. Алена Михайлова и «Старая гвардия», это и Сергей Гармаш, и многоснимающийся Кирилл Сафонов. Вы знаете, фильм о любви и не о любви. Этот фильм, он снимался тоже в Риге, по-моему. Тоже в Риге, да, снимал? Да, мне кажется, что он снимался тоже в Риге. И я думаю, что зрители, которые придут на этот фильм, они получат удовольствие, потому что там и прекрасная игра актёров, и замечательный сценарий, замечательная операторская работа, и красивая музыка. И я всех приглашаю 16 ноября прийти на премьеру этого фильма. Он, кстати, в конкурсе. Он в конкурсе «Кинотавра» тоже участвовал. Да, он участвовал на «Кинотавре», и зрители его очень тепло принимали. И я надеюсь, что зрители, которые к нам придут, они получат удовольствие. А вот если просто ещё, я думаю, что мы можем подробно поговорить чуть-чуть даже попозже, а вот если говорить про зрителя, вот я знаю, что действительно приходит в Дом Москвы очень такой лояльный зритель, который, может быть, даже и в другие кинотеатры не ходит, вот именно ходит целенаправленно, ждёт, когда картина появится в Доме Москвы. Вот чем, то есть я понимаю, что кинотеатры стараются привлекать, там какие-то супер-пупер-экраны, там удобнейшие кресла, там какие-нибудь там всякие закуски уже к порну, но там идёт, господи, кажется, ресторанное меню просто уже предлагается, там с подносами люди заходят, разве что только пельмени там они со сметаной ещё не несут, и какие-нибудь там крабовые деликатесы. Вот чем завлекают? Совершенно верно. Вы знаете, вот у нас такой особенный зритель, который действительно кроме Дома Москвы не ходит ни в какие другие кинотеатры. Мы в этом убеждались уже не раз, может быть, сама атмосфера, аура, народ уже настраивается на то, что он придёт на фильм, и ему никто не будет мешать его смотреть. Понимаете, это очень важно. Очень важна та аура и та атмосфера, которая царит. Это первое. Второе, может быть, и это тоже, я думаю, очень важно, материальная составляющая. У нас совершенно демократические цены, в отличие от других кинотеатров. Очень демократические. Потом у нас уютно, хорошо, удобный зал, хороший звук, хорошая картинка. Перед началом фильма можно посидеть в кафе. Это тоже приятно. Народ этим тоже пользуется и получает от этого тоже удовольствие. Есть ещё. И вот это всё вместе взятое, наверное, вот создаёт такой… Есть ещё один момент, что можно посмотреть и выставки, которые периодически проходят в Доме Москвы. Вот сейчас выставка Веры Мухиной. Это уже какой-то такой культурный выход, вроде бы заодно и посмотрел что-то. Не только фильм развлёкся, но и что-то ещё дополнительное. Да. И народ, вы знаете, даже пишет и спрашивает. Когда какие-то фильмы начинают идти в других кинотеатрах, народ нам пишет или звонит и спрашивает, будем ли мы показывать эти фильмы. И мы с удовольствием отвечаем, что да. Мы будем их показывать. И народ ждёт, когда у нас появится тот или иной фильм. И нам очень приятно. Это первое. Второе. Мы всё-таки стараемся по возможности пригласить кого-то из съёмочной группы. Это очень важно. Чтобы человек, который принимал участие в съёмках фильма, мог представить этот фильм. Чтобы зрители потом могли задать ему какой-то вопрос. Их интересующие. И, к сожалению, не всегда получается, что к нам они могут приехать, потому что очень загружены. Один фильм заканчивают, начинают съёмки другого фильма. Но, тем не менее, мы, в общем-то, стараемся по возможности это сделать. И вот хочу сказать, что грядущий наш кинофестиваль, который вот сейчас пройдёт с 15 по 22 ноября, он, в общем-то, довольно богат на встречи. Я хочу сказать, что вот предваряя озвучивание программы, которая у нас пройдёт сейчас с 15 по 22 ноября, у нас уже 3 ноября, в воскресенье, замечательная совершенно актриса театра и кино, ведущая актриса-современника Алена Бабенко, она уже представит свой фильм, в котором она не только сыграла главную роль, но и выступила в качестве продюсера. Фильм называется «Мотылёк». Этот фильм снял совершенно замечательный режиссёр Константин Ходюков, который известен зрителям по сериалу «Хождение по мукам», «Однажды в Ростове». И ещё один его фильм мы будем показывать позже, уже на открытии кинофестиваля. Я к нему вернусь несколько позже. Так вот, 3 ноября Алена Бабенко представит фильм «Мотылёк», который был снят Константином Ходюковым по сценарию Ивана Хлобыстина. Алена говорит о том, что настолько ей понравился этот сценарий, что она даже решила, что она пойдёт искать денег для того, чтобы могли снять этот фильм. И вот она в качестве продюсера выступила, нашла деньги и сняли этот фильм. Вы знаете, фильм очень интересный. Я почитала отзывы зрителей, критиков, но, в общем-то, я ничего плохого об этом фильме не слышала. В этом фильме будет всё. И любовь, и погони, и блестящая операторская работа. И самое интересное, что фильм снимался в Риге, создатели фильма говорят о том, что Рига вообще действует на людей мистически. И поэтому… Рига изображает Ригу в этом фильме или какую-то другую западную? Ригу, да? Да. И поэтому съёмочная группа, которая ей помогала, участники съёмочной группы, которые живут в Риге, они все придут тоже на этот фильм, и мы все вместе его посмотрим, потом им расскажем о своём мнении. Поэтому я всех приглашаю 3 ноября в 19.30 к нам в Дом Москвы на премьеру фильма «Мотылёк», который представит Алена Бабенко. А я хочу просто сказать, насколько действительно это производит магическое впечатление. Например, премьера фильма «Движение вверх», когда фильм, посвящённый драматическому матчу, там и баскетбол, и вот мы видим, и майки там в фойе были просто, призы, кубки майки, исторические артефакты представлены к фильму, представляют его и спортивные комментаторы, и участники съёмочной группы, исполнители главных ролей. То есть это вот, ну, я помню, насколько это было так увлекательно, интересно, и насколько я обратил внимание, вот я когда сидел в зале, люди насколько реагировали. То есть, когда этот драматический вот матч шёл, там просто люди переживали, вскрикивали, раздавались аплодисменты там, по залу, то есть была такая непосредственная очень реакция, которая, я думаю, ну вот она была тоже вот вызвана опять-таки тем, что вот погружением, то есть вот подготовкой, вот зрителей к просмотру этого фильма, когда им рассказывали о том, показывали, как фрагмент реального матча, объясняли, говорили, как это, что происходило, и затем они смотрят фильм. Конечно, это по-другому действует, нежели, ну, человек просто пришёл в кинотеатр, ай, что я буду смотреть, там, про говорящего ослика, ай, пойду вот на этот, и вот, ну, случайным образом он пришёл, посмотрел и ушёл. Там, может быть, ну, как бы он не получил вот половины того удовольствия, которое ты получаешь вот в каком-то таком уже особом, особом просмотре, которые бывают вот как раз-таки в доме Москвы. Да, вы совершенно правы. Вы знаете, это очень приятно, когда люди не просто смотрят фильм, а когда они реагируют на него. И поэтому мы очень любим в том числе показывать фильмы для просмотра всей семьёй. Когда приходят мамы, папы, бабушки, дедушки со своими детьми и внуками. И представляете, какая реакция у детей, когда они видят какой-то интересный мультик или даже художественный фильм. И реакция идёт невероятная. И, безусловно, это очень приятно. И мы это показываем, и будем показывать. И народ это знает, и ждёт, и приходит. И вот недавно был день анимации. И мы тоже всех поздравили с этим днём, потому что мы все, по-моему, родом из мультипульти, из этой страны. И в грядущем нашем кинофестивале мы тоже покажем замечательные мультики для просмотра всей семьёй. Большое путешествие. И Руслана Людмила по сказке Пушкина. Поэтому мы тоже всех ждём. Потому что, мне кажется, вот эти культпоходы всей семьёй, они настолько сближают всех. И доставляют удовольствие. Вот мы как раз про уже программу фестиваля поговорим сразу после небольшой паузы. И подробнейшим образом вот расскажем о том, что можно будет посмотреть на фестивале «Московская премьера» в Риге с 15 по 22 ноября. Продолжается программа «Синема». Сегодня мы говорим о фестивале российского кино, который пройдёт в Доме Москвы с 15 по 22 ноября. Фестиваль называется «Московская премьера» в Риге. И вот организатор этого фестиваля Лариса Ткаченко сегодня в нашей студии. Мы, ну, наверное, уже не будем томить. Вот пройдёмся по программе, поговорим о фильмах, которые можно увидеть, и о тех, может быть, и встречах с актёрами, с режиссёрами, которые будут. С чего начнётся фестиваль? Знаете, мы открываем наш кинофестиваль 15 ноября. На наш взгляд, замечательным фильмом уже упомянутого режиссёра Константина Худякова называется фильм «Конец сезона». У нас состоится мировая премьера этого фильма, который в России выйдет только в 2020 году. Ох, как интересно! Мы ждём очень важных гостей, непосредственно режиссёра Константина Худякова и продюсера Екатерину Маскину. Этот фильм был снят кинокомпанией «Вертикаль». Вы, наверное, тоже знаете и помните, что это кинокомпания Станислава Сергеевича Говорухина, и он выступал продюсером этого фильма. А сейчас фильм будет представлять его соратница Екатерина Маскина, которая фактически была продюсером на всех фильмах Станислава Сергеевича. Вы знаете, в этом фильме сыграли три очень перспективные, очень талантливые российские актрисы, очень востребованные, поэтому заполучить их было просто невозможно к нам. Бесконечные съёмки, игра в театре. Это Юлия Пересильд, за творчеством которой я всегда слежу. И просто её очень люблю. Как она может просто воплощаться. Это как ты иногда смотришь, думаешь, боже мой, вот она может сыграть. И, я не знаю, и молоденькую девочку, и уже пожилую, мудрённую женщину, и интеллигентку, и совершенно девушку, и женщину из народа. То есть абсолютно. Да. А как она поёт и танцует? Она на Кинотавре дала такой концерт. Там просто все были в восторге, она лично. И Юлия Пересильд, Анна Чаповская и Юлия Снегирь. Ой, ну все три просто вообще. То есть это же три звезды. Чаповская сейчас, наверное, одна из самых тоже снимаемых актрис, которая там буквально в каждом фильме появляется. Юлия Снегирь – это, в принципе, тоже красавец, которая там снималась с Брюсом Уиллисом, кстати, в «Пятом крепком орешке», но это не самая её лучшая, скажем, роль. Да, да. Он любит этих актрис, и он считает, что нужно снимать тех актрис, которых ты уже знаешь, и знаешь их возможности, способности. Они же у него все играли, эти три актрисы, в сериале «Хождение по мукам». Он их просто боготворит. И вы знаете, я думаю, что он совершенно прав, потому что действительно очень талантливые актрисы. И фильм о трёх сёстрах, которые живут в Прибалтийском городке, но, конечно, как и все молодые люди, рвутся в Москву. Но судьба складывается у всех по-разному, поэтому фильм нужно смотреть обязательно. 15 ноября мы всех ждём. Фильм снят по сценарию «Райской». Это очень талантливый сценарист. Очень талантливый сценарист. Все лучшие сериалы, в общем-то, были сняты по её сценариям. А я напоминаю, что Константин Ходюков снимал этот фильм по её сценарию. И до этого фильма он снял прекрасные сериалы «Хождение по мукам» и «Однажды в Ростове». И вот фильм, который будет Алёна Бабенко 3 ноября представлять, «Мотылёк». Вы знаете, фильм замечательный, отзывы его показывали впервые на кинофестивале «Окно в Европу». И известный телеведущий, писатель Андрей Максимов видел его на этом кинофестивале. И он написал, что он рекомендует его всем снимать, всем смотреть, потому что это отлично сделанная человеческая история с чудесными актёрскими работами и музыкой Давида Голощекина. И ещё раз отметил замечательный сценарий Елены Райской. И мне кажется, что надо отметить, что один раз всего его покажут на фестивале. Вот 15 ноября в 19 часов будет всего один показ. Да, совершенно верно. Фильм будет показан однократно только на открытии 15 ноября. Так что мы всех приглашаем и всех ждём. Этот год у нас богат на юбилеи. Конечно, мы не могли обойти вниманием юбилея наших совершенно замечательных, великих актёров Виа Артмана и Эдуарда Пауза. И мы выбрали, на наш взгляд, очень достойный фильм, в котором оба играют, который называется «Эдгар Кристина». Этот фильм снял один из лучших латвийских режиссёров Леонид Лейсманис. О фильме сыграла вся наша артистическая богема латвийская, все наши звёзды. Этот фильм посмотрело в своё время 26 миллионов человек. Можете себе представить? Да, сейчас. Вот когда смотришь на сколько там, 5 тысяч зрителей, успех, 10 тысяч зрителей, ну это просто 26 миллионов зрителей. 26 миллионов, 26 миллионов человек. И на Всесоюзном кинофестивале, на третьем Всесоюзном кинофестивале Виа Артмана за роль в этом фильме была признана лучшей актрисой. Поэтому, пожалуйста, кто не смотрел, пожалуйста, отреставрированная версия, мы вас приглашаем, пожалуйста, приходите и посмотрите этот фильм. Его нужно смотреть обязательно. В этом году 90-летие мировая общественность отмечает Василия Шукшина. И в связи с этим на Миницианском кинофестивале был показан его замечательный совершенный фильм «Калина Красная». Отреставрированный фильм Мосфильмом. Этот фильм представлял Карен Шахназаров. Конечно, я в первую очередь приглашаю молодёжь, которая не видела этот фильм, прийти и посмотреть отреставрированную версию. Этот фильм смотреть обязательно нужно. Это один из лучших фильмов Василия Шукшина. Он выступил там и сценаристом, и исполнителем главной роли. Играет вместе с Шукшиной. Замечательный, совершенно потрясающий фильм, который, мне кажется, ни одного человека равнодушным не оставит. И не оставит. Поэтому, когда его показывали в Венеции... Там совершенно актёрский ансамбль, просто, конечно, сумасшедший. Ну, в каждой роли это просто... Это какой-то такой эталон. На разрыв аурта. И когда его показывали в Венеции, очереди были длиннющие. И по окончании фильма народ аплодировал. Обязательно нужно смотреть этот фильм. Ещё я хотела бы, может быть, рассказать немножко о фильме, который мы собираемся показать, как бы, на закрытии фестиваля. Это фильм Александра Велединского, который называется «В кептавском порту». Вы знаете, Александр Велединский – это режиссёр, который снял фильм «Географ Глобус пропел». Мы его смотрели, восхищались. Он был признан лучшим фильмом года. Там сыграл прекрасно Константин Хабинский. Очень много получил фильм-наград. И вот сейчас, в этом году, состоялась премьера этого фильма. В какой-то степени этот фильм, он биографический. Идею снять этот фильм Александр Велединский вынашивал 20 лет почти. Этот случай, который озвучен в этом фильме, он произошёл с его отцом в 1945 году. И фильм очень глубокий. Вы знаете, его нужно смотреть и его нужно прочувствовать, потому что он настолько человечный, этот фильм. И я думаю, что все, кто придёт на премьеру, мне так кажется, должны, в принципе, просто получить удовольствие от него. И актёры играют все совершенно потрясающие. И Кузнецов, и известные, и другие. Фильм сейчас получил тоже несколько наград, уже на разных российских кинофестивалях. И ещё раз хочу напомнить, что мы его будем показывать в 22 декабря. Извините, 22 ноября, да, 22 ноября. Практически на закрытие. Дальше мне хотелось бы остановиться на фильме, который мы обещали показать зрителям весной, но, к сожалению, у нас не получилось. Фильм отозвали, потому что он должен был участвовать в других кинофестивалях. И мы его показываем сейчас. Это фильм Андрея Волгина «Балканский рубеж». В этом фильме играет Гоша Куценко, играет Эмиль Кустурица, который рассказал, что он с удовольствием принял предложение сняться в этом фильме, потому что он ему очень дорог. Это фильм о событиях в Косово в 1999 году, когда албанцы спровоцировали конфликт и бомбили Косово. И фильм снят именно об этом. Прекрасно, на мой взгляд, снят. Он тоже получил награды. Там ещё играет легендарный Гойко Митич. И поэтому, я думаю, что можно прийти и тоже посмотреть этот фильм. Конечно, мне бы ещё хотелось остановиться на фильме «Давай разведёмся». Да, кстати, я впервые услышал об этом фильме от Александра Колбовского. Даже пару месяцев назад, когда на Кинотавре он говорил о том, какой восторг вызвало у людей. Это вроде бы непритязательная комедия, но насколько и сюжет, и актёрская игра Михалковы, Анны Михалковы, очень всех тронули. И действительно, картина… Да, вы знаете, мы его недавно показывали у нас в «Сплендед Палас», премьеру этого фильма. Но мы не могли его обойти, потому что при зрительских симпатиях получил этот фильм на Кинотавре. И, конечно, за счёт совершенно блистательной актрисы, которой Анна Михалкова, я считаю, что это совершенно необыкновенная актриса, которая сделала себя сама, несмотря на своих звёздных родственников. Любой фильм мы можем взять с её участием, и в каждом из них она играет шедеврально совершенно. И поэтому мы всех тоже приглашаем 17 и 20 ноября прийти и посмотреть этот совершенно замечательный фильм, который буквально взрывает зал. Зал очень живо реагирует на всё происходящее в этом фильме. И, конечно, изюминкой нашего кинофестиваля является юбилейный вечер всеми любимой, ну, всенародно любимой, народной артистки России Ирины Моравьёвой. Блистательная, совершенно обаятельная и привлекательная. Действительно, Ирина Муравьёва приглашает всех рижан на встречу с собой, которая состоится 19 ноября. Билеты заканчиваются, кстати, поэтому я приглашаю всех поторопиться, кто ещё не успел приобрести билет. Она держит зал невероятно. Я была на её творческом вечере. Вы знаете, такое удовольствие я получила. Она рассказывает о себе, она рассказывает о курьёзных случаях во время съёмок. Она читает прекрасно, читает стихи. Она поёт. То есть у рижан есть возможность, знаете, вот очутиться с ней как бы у себя дома. Вот такую домашнюю совершенно обстановку она создаёт во время общения со зрителями. И, конечно, зрители отвечают ей своей любовью, аплодисментами. Поэтому 19 ноября, милости просим, на встречу с блистательной актрисой Ириной Муравьёвой. Ещё я хочу обратить внимание на то, что во время этого фестиваля будет премьера балета «Корсары», трансляции из Большого театра. Вот насколько это тоже, ну, как одна из таких возможностей вот прикоснуться к Большому театру в Дарьет Дом Москвы? Знаете, вот три года тому назад у нас появилась такая реальная возможность начать сотрудничество с Большим театром. Совершенно непередаваемые эмоции, когда ты сидишь в зале, и у тебя есть возможность прикоснуться к святая святых, трансляциям лучших балетных спектаклей, лучшего, на мой взгляд, театра мира, Большого театра. И когда в этих спектаклях заняты лучшие солисты балета мира. Совершенно непередаваемая атмосфера, когда многие говорят, вот, ну что там, кино, есть кино. Вы знаете, это совершенно не так. Когда начинается трансляция, то нам, у нас есть реальная возможность очутиться и за кулисами Большого театра, и посмотреть на репетиции солистов, артистов, которые принимают участие в спектакле. Пройтись по Большому театру, ощутить эту атмосферу. И когда начинается трансляция, вы знаете, такое ощущение, что ты сидишь на первом ряду, и ты находишься в самом театре, и ты видишь абсолютно всё. Ты видишь любую реакцию артиста, солиста балета, который выступает, танцует, ты видишь все эмоции, которые отражены на лицах играющих солистов балета. И при этом у нас есть реальная возможность посмотреть те спектакли, которые, может быть, мы никогда больше не увидим, которые к нам практически не привозят, у нас нет возможности. А возможность окунуться в эту атмосферу и посмотреть, есть реальная. Поэтому я приглашаю всех, кто любит балет, всех поклонников балета, приходить и совершенно спокойно смотреть трансляции из Большого театра. непередаваемые совершенно ощущения и впечатления от просмотра. Вы знаете, у нас есть наши зрители, которые к нам ходят три года. Сейчас есть реальная возможность приобрести абонементы. Можно приобрести абонементы на четыре спектакля, можно приобрести абонемент на все семь спектаклей в этом году, и в следующем году будут представлены семь лучших спектаклей Большого театра. И, соответственно, если ты приобретаешь абонемент, то это значительно экономичнее и выгоднее, чем если ты покупаешь каждый раз билеты на спектакль. Это очень мотивирует людей. В этом году мы впервые такое новшество ввели, и люди очень довольны. А насколько сложно действительно получить, например, фильм с концом сезона, премьеру практически, который еще не показан в России, то есть право первой руки, можно сказать, насколько охотно приезжают режиссеры, актеры в Латвию? Вы знаете, если честно, вот к нам любят приезжать, очень любя, потому что очень любят нашего зрителя, считают его очень интеллигентным, прекрасно реагирующим и очень чувственно воспринимающим все то, что происходит на экране. К сожалению, может быть, из-за занятости, но не каждый раз это получается, хотя мы все-таки стремимся к тому, чтобы по возможности к нам приезжали режиссеры. Потому что все-таки режиссеры, может быть, болея за свое детище, они интереснее общаются со зрителем, они рассказывают очень интересные эпизоды, которые происходили во время съемок, они отвечают на вопросы зрителей. Очень интересные дискуссии состоялись после просмотра фильмов Санислава Сергеевича Говорухина. Он очень любил общаться со зрителями. Сергея Александровича Соловьева и нашего любимого Александра Прошкина. Глубоко интеллигентные люди, очень любящие зрителя, и они воспринимали зрителя очень трогательно всегда. Им нравилось общаться со зрителем, им нравились вопросы, которые задают зрители. И, конечно, сейчас уже, может быть, в меньшей степени Сергей Александрович, хотя Сергей Александрович Соловьев сейчас тоже снимает новый фильм, мы надеемся, что всё-таки он к нам приедет. Вот в этом году была такая у него юбилейная дата, 75 лет. Мы надеемся, что всё-таки он к нам приедет, этот новый фильм он свой тоже представит. И будем стремиться к тому, чтобы в большей степени приглашать молодёжь, вот молодых режиссёров, которые сейчас очень талантливые. Вот сейчас сын Павла Лунгина, Александр Лунгин, он тоже снял фильм, который был представлен на кинотавре. И этот фильм, большая поэзия, настолько понравился жюри, что он получил приз как лучший режиссёр. Очень много молодых режиссёров дебютируют сейчас на кинофестивалях. Надо к ним присматриваться, я так полагаю. И, конечно, делать всё возможное, чтобы они приезжали к нам и представляли у нас в Доме Москвы свои фильмы в обязательном порядке. Ну что же, у нас время как-то так незаметно, час пробежало. Ещё раз напомним, что с 15 по 22 ноября до Москвы ждёт на фестиваль московская премьера в Риге, но ещё до этого, 3 ноября, вот на эти буквально выходные, будет такое, ну, маленькое, скажем, как это назвать, прелюдие перед этим фестивом. Да, прелюдие, точно. Алёна Бабенко представит фильм «Мотылёк». Так что, поскольку, ну, просто, я понимаю, не удалось физически в рамках фестиваля это сделать, так что тоже не пропустите. Очень должна быть интересная картина, интересная встреча. Спасибо огромное, Лариса Ткаченко, Дом Москвы. Ждём, ждём премьеры с нетерпением. Спасибо всем вам. Ждём вас в Доме Москвы. Приходите.